Вертолет у небе над ракой СОЖ, прибытие команды в области на теплоходе и массовые танцевальные выступления. Церемония открытия 44-го взлета юных инспекторов дорожного руху прошла с великим размахом. У дельников все лета больше, как 80. Каптрапи Тюгомель и они проходили попередние отборы у своих регионах. Головная мета взлету, профилактика детячего травматизма на дорогах и пропаганда здорового ладу життя. Самое главное, что как сотрудники госавтоинспекции мы можем для себя отметить, то, что на сегодняшний день в структуре аварийности детки наши страдают в дорожо-транспортных происшествиях гораздо реже по своей вине, нежели по вине взрослых. Поэтому что-то подобное, наверное, уже впору проводить со взрослыми. Традиционно на взлет приезжает и команда Российской Федерации. На этот раз наших соседей представляют школьники из Краснодара. Российская Федерация принимает участие в республиканском слете-конкурсе юных инспекторов движения каждый год. За это мы хотели сказать огромное спасибо организаторам этих соревнований. Также команду Белоруссии каждый год мы приглашаем на межгосударственный слет юных инспекторов дорожного движения в Россию. Программа взлета юных инспекторов насыщенная и текавая. Школьники будут выявлять, кто лепш за остатних, ведая правила дорожного руху, оказывая первую медицинскую допомогу и володая навыками воджения велосипеда. Так само для удельников подрихтованы разностайные спортивные и творческие конкурсы. Для меня это, конечно, очень важно, потому что мне хотелось бы самой узнать побольше о правилах дорожного движения, о оказании первой медицинской помощи и научиться кататься правильно на велосипеде. Усе конкурсные выпробования проходят у санаторий «Золотые пески», який знаходится на территории Гомельского района. Выники будут подведены 28 мая. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».